Украина будет зимовать с российским газом, поскольку страны договорились о цене голубого топлива. Украина согласилась платить за газ до 31 марта 2015 года 385 долларов за каждую тысячу кубометров. Пока есть договоренности вот по этому поводу. Кроме того, президент Украины отметил, что государство выживет в грядущую зиму, не замерзнет. И, в общем-то, поставки российского газа будут. Наше предложение совместное, подчеркиваю, совместное с Европейским Союзом заключалось в следующем. 325 летом, 385 зимой. Позиции россиян? Нет, 385 целый год. Пришли к согласию, де-факто приняв украинскую позицию. Давайте говорить сейчас только про зиму и до 1 марта фиксировать цену 385. Россияне на это согласились. Это итог вчерашних договоренностей, но на условиях защиты украинских национальных интересов. Что-что Порошенко сказал? Защита национальных интересов Украины? О какой защите национальных интересов Украины может быть речь, когда он поддерживает войну на Донбассе? Он еще не судил виновных в Одесской бойне. Он не судил виновных тех, кто сейчас провоцирует ополченцев на Донбассе. Он не разоружил правый сектор. Даже по майданским снайперам и то просто не хотят возвращаться к этой теме. О какой может быть защите национальных интересов речь? Я вообще не понимаю его. Это он просто сказал для того, чтобы украинцы его сейчас выслушали и сказали «Во, да, он защищает наши интересы, потому что он об этом говорит». Но ведь слова подтверждаются действиями, а когда твои действия идут вразрез с твоими словами, то вообще о чем речь тогда? Я, если честно, не понимаю Порошенко вообще, что он говорит. Ведь это же ложь, это же обман. Говори честно. Я, если честно, не понимаю Порошенко. А вы, ребята? В общем, кто со мной согласен, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok